Всем здравствуйте! Сегодня я отвечу, зачитаю письмо подписчице. Если вам нравятся такие видео, ставьте обязательно лайк, дам свои комментарии. В общем, мы сегодня поговорим. Итак, Галина, здравствуйте! Подписана на вас уже три года, всегда смотрю ваши разборы. Хочу поделиться с вами своей историей отношений с турком и спросить совета. Мне 48 лет, я в браке 23 года. И в 2019 году я отдыхала в Турции с сыном. Войдя в отель, я увидела привлекательного мужчину на ресепшене. И первая моя мысль была, что он здесь делает. И такое чувство, как будто я его уже давно знаю. У меня возникла какая-то сумасшедшая усмешка внутри. Я не знаю почему. Он выдал мне ключи от номера, потом я его видела еще пару раз. Во время отъезда я сдавала ему тоже ключи, и мы разговорились на английском. По приезду домой я увидела в Инстаграм сообщение от него. Он нашел меня, подписался, стал писать сообщение. Я подписалась в ответ. Мне было любопытно просто. В его профиле были фото с женой и сыном. Я ответила ему по-дружески, сказала, что у меня тоже есть сын и муж. И так совпало, что у него и у меня сыновья одного возраста. Турок был младше меня на 4 года. У нас сложились непринужденные, приятные переписки. Причем он писал мне ежедневно. Он видел моего сына в отеле, часто спрашивал про особенности его поведения, говорил о своем сыне. Потом он спросил мой ватсап. Я дала ему номер, и он попросил разрешения позвонить мне по видео. Я согласилась. Мы мило болтали по-английски, я подтянула свой английский. Он постоянно меня смешил, рассказывал разные смешные истории из жизни отеля и его сына. Он дежурил по ночам в отеле, а днем работал. У него своя фирма по монтажу светового оборудования. Со временем я поняла, что он не хочет находиться дома в одном пространстве с женой, и поэтому загрузил себя работой днем и ночью. Я постепенно привыкла к общению с ним и стала ждать его утреннего сообщения. Я хотела видеть его, разговаривать с ним и смеяться. Он смотрел на меня с таким обожанием, всегда говорил, что я его радость. С мужем у меня никогда не было таких отношений. Он флегматик, очень серьезный, молчаливый, сдержанный мужчина. С ним я как за каменной стеной. Я уверена в нем больше, чем даже в себе. Но турок покорил мое сердце, и я влюбилась. Но я молчала, никому ничего не рассказывала, муж ничего не подозревал. Мы созванивались каждый день, кроме воскресенья. И жена поставила ему условие в воскресенье быть дома. Он просил меня приехать снова в отель, в котором он работал. Я приехала через год с подругой. Это были очень счастливые 10 дней в моей жизни. Он подарил мне золотое кольцо, букет цветов, возил меня по достопримечательностям в кафе. Вечерами мы сидели на берегу моря, болтали. Конечно же, я не устояла. Его взгляд будоражил все внутри меня. Он был такой нежный, такой ласковый. Никаких угрызений совести по отношению к мужу я не чувствовала. Я только думала, как же мне снова приехать в Турцию и встретиться с ним опять. Влюбились, конечно. По своей работе очень много езжу по разным странам. Но в Турцию теперь всегда находился повод съездить. Он уже не работал по ночам в отеле, занимался своим только бизнесом. Мы встречались примерно раз в полгода, когда я приезжала в Турцию. Днем и вечером мы были вместе, прощались со слезами на глазах. Потом каждый день переписывались или созванивались. Он показывал меня брату, матери, друзьям во время разговоров по видеосвязи. Я не знаю, что он им говорил про меня. Я по-турецки ничего не понимаю. Но он всегда говорил, что я ему больше, чем жена. И что он мечтает на старости лет жить со мной. И что он хочет, чтобы я родила ему дочку. Такую же красивую, как и я. Я всегда у него спрашивала, а куда он денет свою жену. И что рожать мне вообще-то уже поздно. Но он всегда отвечал, мы не знаем, что с нами будет. И для чего нам была послана эта встреча. Я понимала, что он живет в какой-то иллюзии. А мне нужны реальные действия. Я уже устала ждать. И устала жить на два фронта и чего-то ожидать. Через три с половиной года я разорвала отношения с ним. Этой весной я приехала в Турцию по работе, в соседний район от его города, 30 километров. Но он не смог приехать ко мне в первый день. Мне это не понравилось. Приехал во второй день. Мы встретились, как обычно, радостно, счастливо. Но нашу встречу омрачали бесконечные звонки его жены. Он брал трубку, разговаривал с ней. А я сидела и ждала, когда они наговорятся. Потом она позвонила по видео. Я увидела его страх, просто испух, панику. Он сказал, что она заподозрила что-то и поэтому не брал трубку. Но на лице его была просто паника. На третий день он не приехал. И я поняла, что жена-то его там прижала. На четвертый день, когда он приехал, я сказала ему, что это все, конец. Я не хочу больше продолжать эти бессмысленные отношения. Поблагодарила его за все. Пожелала ему счастья. Он молча выслушал. Ничего не сказал. Я ушла и больше мы не общались. Через полгода, в октябре 23-го года, поехала в Турцию по работе. В один из дней наша группа остановилась в отеле в его городе. Поскольку я знаю всех его друзей, я зашла в гости в магазин к его другу, владельцу сувенирной лавки. И вдруг этот друг сразу же позвонил ему и попросил приехать помочь с электрикой. Я хотя сначала не хотела с ним встречаться, но потом подумала, что ничего не теряю в любом случае. Он приехал, и мы встретились. Мы молча обнялись, постояли в обнимку минут пять в полной тишине. Я не знаю, как это объяснить, но было ощущение, что это моя душа встретилась с родственной душой. Внутри были радость и спокойствие одновременно. Потом он сказал мне, что у него большие проблемы. Моя жена прочитала наши переписки, увидела наши с ним фотографии, и он не может побыть со мной даже полчаса. И уехал. Я расстроилась, спросила у друга, что за проблемы у него. Оказалось, что работавшая в его фирме женщина заявила на него в полицию за угрозы. Я так и не поняла, что за угрозы. Но его посадили в тюрьму на три дня, и жена в это время завладела его телефоном. Она контролировала все его соцсети. С этим я столкнулась на следующий день, когда прислала ему в Телеграм. Я написала, что последние три дня я буду в отеле рядом с его городом. И что буду очень рада видеть его, если он приедет. Но мне ответила его жена. Она называла меня шлюхой и старой сукой. Я перевела этого через черепереводчик. Сказала, чтобы я больше не писала ее мужу. Я молча заблокировала ее писанину. Но она начала писать мне еще и в Инстаграм. Написала, что таких, как я, используют в Турции. Мне не на что рассчитывать. Я тоже молчала. Заблокировала ее переписку там. Она начала звонить мне на WhatsApp. Я молча заблокировала ее. Я приехала домой и думаю, ответить ей или нет? Рассказать всю правду или уже забыть это как страшный сон? Мне очень жаль моего турка. Он такой добрый и мягкий, что жена держит его в кулаке и постоянно контролирует. Я думаю, что я нужна ему была как глоток свежего воздуха. Умом я понимаю, что этот мужчина мне не подходит. Но сердце и душа плачут по нему. Мой муж за это время ничего не заметил, какие страсти бушевали у меня. Я действительно мечтала ехать к своему турку. Стоило ему сказать, что я распожусь и жду тебя. По отношению к жене турка у меня двоякое отношение. С одной стороны, она жертва измены, а с другой, она сама подтолкнула его туда своим бесконечным контролем. Мне хочется написать ей все, что я про нее думаю. Но не знаю, стоит ли. В общем, меня одолевают мысли, я не могу от них избавиться. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь заранее. Спасибо и всего вам доброго. Ну, смотрите, что хочу сказать. Если у вас конкретный вопрос писать или нет, конечно же, скажу, не пишите. Вы сделаете ему только хуже, раз вы его жалеете. Он весь такой бедный, жертва, несчастный. Почему не писать? Потому что, видите, он у нее полностью под коблуком и под контролем. То есть он своего я не показывает. Его, скорее всего, там в семье у него нет. И он не планирует куда-то уходить. Вы ему только хуже сделаете. У нее будет, у его супруги, новый рычаг давления, новый повод для укора. Куда его тыкнуть носом, если вы там что-то ей рассказывать вообще начнете и выходить на контакт. Это если вот конкретно ваш вопрос, да, спрашивает, писать ей что-то или нет. Вообще, если мы берем психологию, почему вам хочется написать? Потому что история для вас, на самом деле, не закончена. Хоть вы и поставили точку. Вы же говорите, я приехала. И я подумала, ну я же ничего не теряю, раз он сейчас подъедет, а мы все равно с ним встретимся. В вашем сердце точка не поставлена. Поэтому написать можно оправдывать вообще как угодно. Его я спасаю, ему я врежу. Я не знаю, что я делаю, вообще не важно. Желание есть, потому что вы хотите продолжения. Потому что, еще назовем так, вас отвергли и задели вашу самооценку вообще-то. Ну, условно, там, не сорвался, все не бросил, вы с ним там не зажили, не развелись. Все, вы правильно семью не создали, и ребеночка, дочку вы ему не родили, как он хотел. Ну, условно, вот этот реваншизм некоторый, он тоже присутствует. Своё эго, своё я, все про самооценку здесь. Я еще объяснить хочу, почему это так классно, у вас только хорошие эмоции. Если мы возьмем историю по факту, его как человека, как мужчину, во-первых, обратите внимание, что он за все эти годы ни на что не лишился. Извините, не решился ни на что. Ни на какие действия конкретные, не уйти, не обещать ничего. Ну, короче, он конкретный, слабак и подкаблучник, и он типичная жертва. Если он позволяет своей плохой жене держать его в кулаке, над ним властвовать, значит, его это все устраивает. Он даже не пытается дернуться, рыпнуться и уйти от этого контроля. Это может быть неприятно, но это настоящая правда. Так и есть, так очень многие живут. Так женщины с мужчинами живут, с тиранами домашними. Такими же тиранами, что-то женщины являются. Это не только принадлежность гендера какому-то, правильно? Вот у него такая жена, а он типичная жертва. Абсолютно обычное дело. Есть это в каждой стране, в каждом доме вообще. Это очень популярная история, не только в Турции. Вот то, что вы пишете, я четко со стороны слышу слова чистого турецкого мужика подкаблучника. Жена плохая, издевается, я ей все деньги приношу, например. Карманы у меня выворачивают, завладела моим телефоном. И я весь такой бедный, несчастный, уйти от нее я не могу. Они еще часто говорят, семья меня держит, родители там или еще кто-то. Короче, у них всегда куча сдерживающих типа факторов есть, которые мне позволяют. Они же правильные, хорошие, мне нельзя разводиться. Никаких факторов на самом деле нет. Все-таки от желания человека зависит. С него тут под прицелом автомата никого не держит. И все, вопрос в нем, в его слабохарактерности и бесхребетности. Если, я больше скажу, он вас просто еще не разочаровал, не подставил. И вы его видите только в сахарном, приятном таком лице. Вы видите его с позитивной, хорошей стороны за все эти годы. Поверьте, если бы у него закончились отношения, условно, вы бы развелись и начали строить с ним какой-то союз. Вы бы сразу увидели, как он податливый, мягкий, жертвенный, никакущий, не берущий ответственность. И его надо держать в кулаке, либо давать ему нагоняев, либо ему управлять, или еще подсказывать, куда ему надо двигаться и направляться. И вам бы, навряд ли, это понравилось, скорее всего. И вот эта вот конфетно-приятная романтика общения, она бы быстро бы стерлась, вы бы увидели вот эту реальность. И его таким, как он есть на самом деле. То есть вы видите только его одну хорошую сторону. Поэтому у вас отношение к ней, ну вот такое, с его слову, собственно, что он говорит. А мне вообще вопрос был, представляете, я вот, живя в Турции, мне интересно, на него женщина заявила в полицию, за угрозой его посадили на три дня. У меня вопрос, а что за конфликт мог быть у мужчины с женщиной, сотрудницей, что он ей с чем-то угрожал? У меня сразу первая мысль, не спал ли он с ней, и она ему угрожала рассказать все жене, она зафиксировала угрозу его смс-ки или аудио, или звонки, и предоставила, написала на него заявление, это первое. Второе, жена его в курсе про его похождения, про ваши переписки, про все, про измены она узнала. И эта женщина на работе, скорее всего, для нее тоже была не новость, ей очень сильно нужен брак, а ипно разводится. И она его держит, да, потому что он ее, и он не против, чтобы его жена держала. Это их там семейные такие ролевые игрища. Он приводит периодически какие-то проблемы в отношениях, они их решают, у них треугольник Атмана крутится, меняются роли, и они прекрасно, он существует дальше. То есть у него постоянно какие-то проблемки в отношениях из-за других каких-то женщин приходят к ним. И еще момент. Женщине угрожал работодатель или на работе вот он. Турчанке? Реально? И она пошла в полицию. Ну, за нее бы, как минимум, если она не замужем, брат, сват, папа, дядя, сосед, кто угодно бы пошел мужик разбираться. И навряд ли бы эта история даже до полиции зашла. Зашло бы до поназровщины, до какой-нибудь перестрелки, до разборок. И кому-то по морде бы надавали. В полицию. То есть я к тому, что это нетипичная история. Это из ряда вон выходящее. Это не просто так. И он угрожал женщине. Алло. Вообще, слушайте, вот тут приятный сахарный ватный чувак, который такой с вами, такой весь добренький, про любовь все, одуванчик. Женщине какой-то угрожал. Значит, он чего-то боялся. Вы панику в его лице увидели, когда ему жена, он ее боится, она ему звонила. Я так скажу, смотрите, никого не жалейте, пожалуйста, не лезьте туда, вот в этот клубок, в эти проблемы. Это их семейные игрища. Они подтягивают туда, к себе всегда проблемы, новых героев, новых женщин, новые ситуации происходят для того, чтобы их отношения продолжали функционировать. Когда у них прекратятся измены, конфликты, проблемы, за что можно зацепляться, ругаться, потом мириться и контролировать друг друга, по счету, эти позиции разрушатся, союз развалится сам собой. Вот вы им, вас используют в этой семье, назовем так, они используют третьи лица, третьи герои для укрепления, назовем так, если можно сказать, не укрепление, ну для, короче, чтобы вот эта вороночка вся психологическая у них крутилась, перестановка ролей была. Чего-то там лезть доказывать, никому ничего не надо. Там все и так все знают, понимают. Вы им только поможете, вот написав ей или с ней поругавшись, подлив маслица в огонь, вы им поможете скрепить их союз. Они в очередной раз поругаются, она опять носом, как котенка, натыкает куда-то в смс-ки, вот в эти, вот в рассказы всякие. Он опять будет жертвым, бедным, несчастным, вымалит у нее прощение. Она у нас опять будет спасительницей и говорит, ну ладно, я уже не агрессор, я тебя спасаю, будь со мной, я тебя прощаю. У них вот цветочно-букетный период примирения, дальше живут, и с сыном все в порядке, родители не развелись. То есть вы себе из этого ничего не выгадываете вообще. Надо ли вам в это влазить? Конечно же, если мы берем психологию, ни в коем случае не лезьте, переверните, закройте, все, до свидания, сделают, что хотят. Вас используют, и вы в свою очередь его тоже используете. Просто обратите внимание, эта ситуация показательная, на ваши отношения с супругом и сделайте выводы. Мы правильно всегда поступаем, когда мы из прошлого берем выводы какие-то и переносим их в будущее. Главное сделать правильные выводы, да, и выбор сделать. То есть он вас зацепил эмоциональности, любовью, теплом, заботой, лаской, вниманием к вашей персоне. Вот ваш муж, у вас тут вообще Санта-Барбара, блин, про его, вы куда-то уезжаете, с кем-то встречаетесь. За сколько там, с 2018-19 года, блин, 4-5 лет, муж ничего не заметил. Вот каждый день с мужиком каким-то общались. Внимание, внимание к вашей персоне, забота и интерес к вам. Обратите на это внимание в отношениях со своим супругом. Вот что вам надо налаживать, какой вывод из этой ситуации для себя взять. Если вы хотите продолжать эти отношения, если они вам нужны. Если не нужны, вы там уже решайте, что вам нужно. Для вас это показательно, как я попала в это. Если вы не решаете вопрос с вашим супругом, не расстаете, не улучшаете отношения, не выходите на диалог. Вообще, что-то с ним, короче, вообще ситуация никак не двигается с супругом. На место этого турка придет любой другой мужчина, который даст вам любовь, заботу, интерес к вашей персоне. Будете спрашивать, как ты, что ты, солнышко, красивое, приятное, что-то, дарите какие-то цветы, внимание, созвон, все, что вам это нужно. То, чего с мужем у вас нет, вы там добираете. Я думаю, что вот такой я отзыв, скажем так, ответ на ваше письмо дам. Вообще, если подытоживаю, ничего им там не пишите, вы так достойнее будете выглядеть, честно скажу. Пусть сами там с собой разбираются, вот с этим своим балаганом. Там вообще вы не одна, не первая. Там вот эта история вообще постоянно у них всегда что-то такое происходит. Он всегда бедный и несчастный, а жена у него тиран плохая. Я еще хочу напоследок сказать. Я подумала, если нужно, напишите в комментариях. У нас был когда-то марафон в Инстаграме, еще когда я проводила, про здоровые отношения. Я бы хотела добавить новую информацию туда, переработать старую, что-то старое оставить, что-то добавить, новые задания, например, сделать. И сделать лектории, 4 лекции в Телеграме, как марафон, только лектории в Телеграме на эту тему здоровых отношений. То есть, что такое здоровые отношения, как начинать отношения с партнером, чтобы они были здоровыми. Где вот эти красные флажки, на что нужно обращать внимание, чтобы отношения не были больными или не войти в нездоровые отношения. Как быстро мы вылечиваемся из нездоровых, больных, травмирующих нас отношений, переходим к новой стадии, готовы к новым этапам, к здоровым отношениям. Как быстро это произойдет. Кто следующий наш партнер, выберем мы здорового человека или тоже травмированного, будем еще проживать свою, например, травму из прошлого, из детства или из прошлых отношений. Хочется обо всем этом пообщаться. Если эта тема интересна и вам такой лектории нужен, напишите в комментариях, мы об этом подумаем, я, может быть, проведу до Нового года, вам 4 лекции такие, да, напишите в комментариях. В инфобоксе под видео моя почта, кому нужна моя консультация психологическая, индивидуальная, в скайпе, напишите тема письма, консультация. Кто хочет прислать свою историю от анонима для вот такого разбора на ютюбе, для видео, пишите просто историю от анонима в заголовке, пишите вашу историю, я ее зачитаю и дам вам ответ. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!